Губернатор провел совещание с заместителем председателя правительства Павлом Дегтярем и начальником государственно-правового управления Алексеем Преображенским. Сергей Морозов поручил коллегам как можно скорее запустить новоподписанные подзаконные акты в дело, то есть выработать все полагающиеся постановления и распоряжения. Я сегодня утром подписал три законопроекта и сегодня передам их на регистрацию средствам массовой информации. Таким образом, сегодняшние законопроекты вступают в законную силу и обретают форму и закон. Речь идет об отмене критерия нуждаемости при направлении средств именного капитала семья. Денежные средства теперь можно направить на строительство дома на участке, который государство предоставляет многодетным семьям. Причем этим правом может воспользоваться любая многодетная семья, не доказывая, как раньше, что нуждается в жилье. Второй законопроект об утверждении ежемесячной выплаты на первого ребенка в размере 3000 рублей на срок от полутора до трех лет. То есть тогда, когда маме, находящейся в декрете, перестает платить государство, начинает помогать регион. Третий документ для тех, кто принял на себя ответственность и усыновил, либо взял в попечение детей. Он устанавливает день выплаты не позднее первого числа каждого последующего месяца. Об этом региональное правительство еще в июле просили опекуны и опекунские объединения. По обработке остаются еще несколько законопроектов, направленных на улучшение материального положения семей, детей и пенсионеров. Например, все льготы, которыми начинают обладать люди по достижении возраста 55-60 лет, будут доставлены неизменно, независимо от любых перипетий с пенсионным возрастом в стране. Это возьмет на себя регион.